приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про аукцион небольшое обновление 27 октября выходит игровые серверы и клановые порталы будут недоступны с 5 утра до 7 утра написано что исправлены некоторые технические ошибки но все же выходит 5 аукцион в мире танков 2 аукциона в одном с 27 октября по 2 ноября ставки будут приниматься с 8 утра до 9 вечера с 27 октября по 28 октября то есть первые два дня у нас будет два лота за золото это будет классический уже давно знакомый нам аукцион лот достанется тем участникам чья предложенная цена будет больше и за ту цену которую они предложили то есть все что вы накидаете туда вот в аукцион у вас все заберут если у вас вообще есть что ставить валюта 27 28 октября золото я еще не успел получить компенсацию за и су-152 к что-то не срослось но хотя бы получил компенсацию за киров c1 но нужно еще разобраться если тут стоящее предложение потом у нас два дня перерыв 29 30 и с 31 по 2 ноября вторая часть аукциона который называется единая цена это новый аукцион с новыми правилами выигрывать снова те участники которые предложат за лот больше ресурсов а вот забирают они его за минимальную из ставок которая была среди победителей валюта ставок во второй части аукциона будет кредит и свободный опыт насколько я понимаю у второй части аукциона есть две фишки первая фишка это в том что лишние ресурсы вам вернуться на аккаунт всем кроме того чувака который поставит самую минимальную сумму и заберет танчик за столько за сколько он поставил а вот всем кто выше поставили много им лишнее все вернется на аккаунт но это же и подталкивает цену вверх если спрос будет превышать предложение поэтому здесь еще нужно увидеть а какая итоговая цена получится у товара а теперь давайте пробежимся по списку аукциона что на нем предлагается 27 октября тайп 59 голд это китайский ст 8 уровня премиумный у меня есть обычный тайп 59 и тайп сидели голд тоже есть этот танчик у нас на аукционе уже не первый раз его можно будет приобрести за золото сколько их будет штук увидим посмотрим с 8 утра до 9 вечера можно будет ставить ставочки я думаю что все кто захотят смогут посмотреть на это в клиенте игры во внутригровом магазине я думаю что там на первой странице она будет на весь экран промахнуться я думаю не сможете стоит ли брать данный лот мне нравится в принципе тайп 59 он очень хорошо фармит серебро он мало того что он премиумный так он еще и льготный то есть он к десяткам не попадает но в принципе тайп 59 голд хороший танчик мне нравится его в свое время апнули он более менее актуален 28 октября нас ждет новый объект 259 а это советский тяжелый танк 8 уровня премиумный тоже за золото 420 альфа 233 пробития подкалибером 285 пробитие кумулятивом 61 пробитие фугасом пробитие хорошие но вот на 500 метров пробития падает до 210 поскольку это подкалибер нужно об этом помнить сведение у нас плохенькая и точность тоже 042 точность сведения 2 и 8 орудия вниз опускается на 6 градусов вверх поднимается на 16 обзор 380 стабилизация от поворота корпуса 019 что в принципе средненько для тяжей бывает и немного хуже и немного лучше супер стабилизации здесь не будет а вот от поворота башни 012 это нормально дпм у нас так себе 1752 если мы поставим розовый досылатель и вентиль дпм будет 2000 если поставим до паек дпм будет 2 161 перезарядка с альфой 420 будет у нас примерно 11 с половиной секунд даже чуть больше ну каким-то супер скорострельным это танк не назовешь но альфа 420 не такая уж и плохая не самая лучшая конечно на восьмом уровне но в целом нормальная но наверное фишка этого танка максимальная скорость вперед 60 все-таки этот танк очень сильно похож на объект 260 и там тоже танчик летает просто как бешеный удельная мощность почти 15 а вот скорость назад 12 это но не очень также давайте посмотрим броню и броня у нас очень необычная нлд и влд на супер крепкая лоб башни тоже уязвимая зона это небольшой треугольник который у нас впереди танка торчит конечно такая уязвимая зона необычная но в этом никаких плюсов нету в том что она необычная нажих торчит впереди всего танка да она может быть не слишком огромная но маленькая тоже на нее назовешь то есть нужно танк по самой ноздри закапывать чтобы этот треугольник впереди корпуса не торчал и только тогда мы будем более-менее защищены но на башню нас тоже есть уязвимая зона в виде лючка и даже второй лючок небольшой где-то там виднеется броня очень крепкая очень толстая борта очень крепкие толстые новые уязвимые зоны очевидные но не сказал бы что уязвимых зон на танке много если посмотреть в целом то больше мест которые не пробиваются вообще а в эти места нужно еще попасть тут я думаю все будет зависеть от соперника насколько хорошо он стреляет насколько вы легко показывать ему эти зоны это у нас первые два лота за стандартную часть аукциона за первую теперь перейдем ко второй части аукциона новый необычный где у нас лоты за серебро и свободный опыт 31 октября у нас царь обезьян за серебро это ст 10 уровня акционный и это кулон объекта 121 b это китайский ст 10 танк можно купить за боны танк очень хороший дпмный классная пушка с пробитием с точностью альфа хорошая 390 немного присутствует у нас броня но не сказал бы что броня прям какая-то суперская просто немножко на есть наверное единственный минус как по мне у этого танка это слабенькие увн и орудие вниз опускается на 5 градусов и играть с 5 градусами тяжело на перекопанных картах но на каких-нибудь городских от насыпи от бойниц от окон играть принципе удобно пушка очень жесткая быстро накидывает урон на голом танке без ничего уже 3000 дпм если вы туда еще что-то поставите то это просто зверский пулемет с альфой 390 так у нас еще и пробитие специальным снарядом 350 орудия с хорошим сведением с хорошей точностью с бешеным дпм чтобы реализовать этот танк нужно скилла побольше поэтому имейте в виду это все-таки средний танк про скорость про дпм все это нужно правильно реализовывать 1 ноября у нас будет вк 168 01 п это германия тт-8 премиумный за серебро танчик слабый это ни для кого не секрет но получить танк за серебро премиум и 8 уровня который потом можно будет сдать в трейд-ин или в коллекцию поставить если у вас серебра немерено а вдруг поскольку у них его много конечно есть люди у которых наоборот серебра мало и они скажут ты что дурак что ты сказал это зависит от того сколько у вас серебра на аккаунте 1 миллион или 1 миллиард я бы конечно лично не купил бы такой танк за серебро брать этот танк или нет решайте сами по своим ресурсам по необходимости но потом можно будет придумать что с этим танком сделать если серебра навалом 2 ноября нас ждет новый 3d стиль рыба меч для танка йох 10 уровня танк вы конечно не получите но 3d стиль на него пожалуйста за свободный опыт ветка йоха вышла у нас уже вроде как давно но в рандоме их практически нет все потому что танчики сильными назвать тяжело фишка то что у них сбивается гусеница а они едут на второй это конечно прикольно но остальные параметры про них как будто бы немного забыли двумя гусеницами бои не выигрываются это что танчик на сбитые гусеницы едет потихоньку это не особо спасает поскольку все равно он едет очень медленно но и в принципе йох 10 уровня примерно то же самое и в рандоме абсолютно практически не встретить знаете что самое обидно для меня в этом йохе 10 уровня это то что у него два орудия одно дпм на и про скорострельность но с уменьшенной альфой и с увеличенным пробитием а второе про альфу на нем хуже дпм и хуже пробития так вот орудия про альфу по сути практически не то что не играбельная она очень сильно уступает дпм нам орудию мне хотелось на танки поиграть на альфовой пушки это лично моя обида какая-то внутренняя но в целом танк и ветка слабенькие на мой взгляд две гусеницы переоценили вот такой вот принципе у нас аукцион в принципе есть полезные танки хорошие за золото новые за золото которые еще не понятно что они там из себя будут представлять необычные такие за серебро есть танки хорошие 10 уровня за серебро прим танк 8 уровня который слабый но все же за серебро а потом можно будет его хотя бы в трейд-ин может сдать а может кто-то на нем в рандом поедет я на нем урончик понабиваю тоже нормально ну и 3d стиль на слабый танк которых нет в рандоме это конечно самый интересный лот предлагаю вам и под этим видео поддержать мой контент лайки дизлайки комментарии продолжительность просмотра это все очень хорошо для продвижения спасибо вам за поддержку с вами был арчик играть красиво всем удачного дня пока удачного дня